Можно покупать поштучно. То есть если гель понравился, выбрали определенные цвета, поштучно взяли. Выгоднее набора. Я в рублях буду ценно говорить, вы тогда уже сами переводите. Получается, одна штучка вот этого пентгеля стоит 490 рублей. Вот такая. 7 мл тюбики. Очень, кстати, удобная упаковка. Вот я их сколько перевожу, они не растекаются. То есть если я работаю с палитрой, я обычно открутила носик, выдавила в палитру вот этот черный цвет сколько надо. И он, кстати, в палитре закрываете, он хранится до следующего раза, он не полимеризуется, все нормально с ним. Если я пользуюсь палитрами а-ля фольга, на палец себе выдавила, я потом могу открутить вот так и собрать все, что осталось. То есть выгодная очень, ну и кисточкой можно там до конца его расходовать. То есть упаковка очень удобная и выгодный расход. 7 литров, 490. Если брать набором, 6 штук здесь, 9 наборов есть всего в компании. 9 на 6, сколько у нас получается? 54, да? Вот 54 цвета. Значит, набор 1990 рублей стоит. Штука получается 332 рубля. Выгоднее, конечно. Хотя 490 хорошая цена для такого геля немецкого и объем 7 литров. Давайте я, наверное, покажу лучше. То есть бежевый фон. Я подготовила фоны. Просто гель-лаки. Вот они у меня стоят здесь. Серый, вот 2101, ну и так далее. То есть цвета гель-лаков я нанесла на палитры заранее, чтобы на это время не тратить. И финишем перекрыла. Все, у меня готовое покрытие. Финиш закрыт. И снят липкий слой. То есть они гладкие, просто цвета гель-лаков. Сейчас я взяла белый цвет. Это 401 номер. Я люблю палитры на ногте делать. Но, наверное, сейчас все-таки мне он часто будет нужен. Я его выдавлю. Мне нужно было очень мелкие дотсы, там разного размера дотсы. А на рынке я не могла найти вот то, что надо. Поэтому тестировала много всего. И вот пришла к идеальному такому набору. Но вам этот набор будет не нужен, если вы там несколько точек когда-нибудь поставите. Если вы прям хотите технике научиться, тогда нужен. Тут есть очень классные вот даже вот вроде эти мелкие шарики. А есть, смотрите, какой маленький. Вот, восьмерочка. Он вообще малыш такой. Я раньше зубочистками вот то, что такое мелочь ставила, точки. То есть тут просто разные точки разных размеров. Это удобнее, чем… Мы можем, конечно, одним и тем же дотсом поставить, там взять много геля, нажать на дотсом, поставим крупную точку. Потом возьмем мало геля, еле прикоснемся к поверхности, поставим мелкую точку. Но удобнее дотсы менять все же. У вас уже четко, все, вам не нужно подстраиваться, какой нажим и так далее. Я сейчас взяла крупный дотс, двоечка. У меня размер шарика двойка. Я сейчас покажу самый простой быстрый дизайн, который вот буквально 5 секунд, ну и плюс полимеризация минута в лампе. И клиента отпустили очень быстро. То есть ставлю точку посередине, затем ухожу правее. И покажете, что вы можете. Дальше уже просто ставите обычную цену и рисуете. То есть чем больше цвета, чем больше заполнения, тем будет дизайн дороже. Я сейчас закрутила такую маленькую спиральку посередине. Начала, я самым мелким дотсом ставила первую точку, а потом закрутила вовнутрь. Чтобы совсем-таки микроскопическую получить. Когда вы рисуете точками, это не только точек касается. На самом деле у меня разные курсы, разные техники, есть лица. Я вот разного уровня дизайна делаю, потому что конкурсов много прошла. Когда вы рисуете любой дизайн, если есть средний, мелкий, крупные элементы, должны быть и мелкие. То есть широкая линия, тонкая линия, средняя. Допустим, средняя точка, мелкая точка. Мелкие точки, мелкие линии, они придают такую изящность работе. То есть смотрится работа гораздо интереснее, когда вы работаете разными элементами. Также стразы, те же самые стразы выложить. Допустим, вы кладете там крупные-средние стразики. Если вы оставите только крупные-средние, будет грубовато. Еще миленьких добавите немножко самых изящно смотрится. Или бульонки, ну какой-нибудь маленький аксессуар. Я уже хочу поменять дотс на чуть более крупный. Я работала восьмеркой до этого, сейчас беру пятерочку. Покрупнее средний дотс, беру не очень много геля. И ставлю точку. Ой, даже многовато я что-то подчеркнула. Сейчас предыдущую увеличу. Но здесь, чтобы было ощущение линии, точки надо ставить близко друг к дружке. Если вы поставите их далеко друг от друга, ну будет ощущение гороха. Вот особенно в этом дизайне, вот когда такая спираль, она будет. Там есть у меня на палетках спираль одноцветная и спираль трехцветная. Я вам хочу трехцветную показать. Одноцветную вы можете закручивать как хотите. А трехцветная важно, чтобы вы оставили место для дополнительных еще двух цветов. В трехцветной спирали очень важна композиция. Я сейчас беру еще крупнее дотс, четверочку. Сейчас белым я намечаю. Я сейчас прям раскручиваю эту спираль, чтобы поместить еще два дополнительных цвета. Но опять же, лучше прихватывайте. Поставили несколько точек, если это вот в моем сейчас случае, крупные точки, высокие, близко друг к дружке. Лучше прихватить, чтобы ничего никуда не утекло. Я сейчас тоже на всякий... Или ладно, уже доделаю, тут немного осталось. Один цвет сделаю. Но когда мы работаем там несколькими цветами, обязательно полимеризуйте. Вот нарисовали одним цветом, высушили. Там следующий цвет подсушили, чтобы они у вас между собой не сливались. Так. Смазывать начинаю. Ну, примерно так. Белым. Сушу в лампе. Сливаться ничего не должно. Но я давно рисую точками, чувствую этот момент. Лучше прихватывайте. Мой совет, прихватывайте в лампе. Если вдруг слилось, вы достали, увидели, что слилось, ну, а вот черно-белый самый яркий контраст. Тут должна быть работа чистая, прям безупречной. Ну, цветовые сочетания – это очень важно. Самое важное в дизайне – это первое цветовое сочетание, второе – композиция. Если у вас будет и цветовое сочетание, и композиция удачно подобрана, то у вас уже 70% дизайн смотрится классно. Остальные 30% – это качество работы. То есть уже вблизи, то есть далека будет классно, а вблизи – как нарисуете. Если вы достали, у вас тут посливалось несколько точек, ну, можно, очень легкий фон, черный цвет. Мы берем там черный гель, берем кисточку волосок и разделяем эти точки между собой. Но на это не рассчитывайте, все разделять не нужно. Желтенький можно было бы тоже сюда. Можно вообще серебро добавить какой-то эффект. Ну, вот розовый такой взяла, чуть такой более темный. Ну, поехали. Сейчас начинаю с восьмерочки. И не с серединки, а чуть-чуть дальше серединки. Ставлю точку и заворачиваю вовнутрь. Примерно так. Теперь увеличиваю. Вот так. Блик, да, наверное, попадает. Теперь вот это расстояние делю на две части. У меня будет точка такого размера, как половина вот этого пространства. Сейчас меняю дотс на более крупный, на семерочку. Ну, в этом дизайне, как я уже сказала, важно не растягивать эти точки, близко ставить друг к дружке. Если мы хотим линию получить. Уже пора сменить дотс на более крупный. Так, это у нас мелковат будет. Давайте вот этот возьму четверку. Оставляю место для еще одного цвета. Очень часто вот этот дизайн путается в схеме, в композиции. А смотрится классно. Сочетание может быть любое. На коричневом фоне желтый, золото, какой-нибудь белый цвет, либо какой-нибудь бежевый. Ну, такие ногти парочку. То есть на всех ногтях спирали рисовать точно не стоит. Это будет перебор, такое масло масляное. И долго вы потратите много времени, потому что все-таки много рисунка, много точек. Пару ногтей таких должно быть. Остальные могут остаться вообще без рисунка, либо там в зоне кутикулы какой-нибудь элемент. Либо по свободному краю используете три цвета точек и поставите там точечки. Так, здесь как помещается половинка. Примерно так. Таким красным кажется, вроде розовый. Ну, ничего, как бы все равно нам все подходит. Просто немножко обычно всегда в видео чуть идет искажение цвета. И фотопечать всякая тоже искажается. Ну, мы там стараемся максимально добиться результата, чтобы в каталогах передать цветовое сочетание. Но бывает все равно цвета отличаются. В общем, поехали дальше. Последний цвет у нас голубой. Буквально там секунд 5-10 прихватила. Продолжаем дальше. Начинаю тоже с восьмерочки. Ставлю точку. Уже вовнутрь. Ой. Вот почему прихватывать? Если бы не прихватила, вот так бы не смогла стереть. То есть слились у меня две точки в серединке. Убрала. Все нормально. То есть что я хочу сказать, что уже вовнутрь туда не закручиваю. Вот как поместилось. Сейчас прихвачу, потому что подтирала. Может опять подтечь немножко. Ну, как если вдруг подтекло, вы не заметили. Я все-таки люблю, когда все чисто. Я обычно убираю. Я не люблю оставлять, закрывать глаза на это. Нравится, когда чистенькая работа. Если я не заметила, то да, волосочко можете разделить. Сейчас крупнее дотс беру уже. Тут места побольше. Дальше. Здесь уже, сейчас прихвачу немножко, и более крупный дотс беру, и вот это черное все пространство заполняю точками. Осталась у нас зона кутикулы без дизайна, но как раз голубой цвет, он бы сюда и пришел, ну, вывелся бы в зону кутикулы, поэтому точки будут голубого цвета. Можно поставить не обязательно все крупные, а там от крупной в более мелкие, как в первом дизайне. Здесь неудобно, я переверну. Вот такой ноготь, где много крупных точек, очень тоже по ощущениям приятный на ощупь, такой прям, как бусинки они такие, вот по ощущениям очень приятно. Поэтому точно защиты я бы не прикрывала. Сейчас еще прихвачусь, минута конечная полимеризация, много высоких капель, лучше пусть минуту посохнет. Это где-то 30 секунд достаточно по эндгелю уже высохнуть, но в случае, когда высокие капельки, лучше подольше посушить. Давайте следующий дизайн покажу. Сейчас я подберу быстренько. Желтый. Желтый буду с белым мешать. Желтый, по сути, своей пигмент в природе, он не плотный. Он не в гель-лаках, не в гелях, не в красках, даже самого лучшего качества, он не бывает очень пигментированным. Поэтому, если у вас пигментированный желтый, обычно это желтый смешанный с белым. То есть я к чему говорю, что если у вас прозрачноватый желтый, а вы на черном фоне рисуете, на синим, на бордовом, на темных оттенках, он у вас даст просвет и будет такой грязный желтый. Чтобы он остался чистым, вы просто подмешиваете туда немножко беленького цвета. И он тогда сильно оттенок не меняет. А если нужно усилить, точнее сделать более пастельный тон, то больше белого. Тут просто уже в разной пропорции. Ну, поехали. Голубой есть, можно его же смешать с белым. У меня тут еще есть нежно-голубой. Я, чтобы меньше белого геля, тратить вот так сделаю. Такой пастельный. Затем в розовый подмешаю. И в желтый подмешаю. Такой нежно-розовый. Можно взять просто светло-розовый, если есть цвет. Просто берем сразу такой пастельный тон и все. И желтенький. Все белесые, они более чувствительны к свету, солнечному, к голубым лампам. То есть старайтесь, если палитра, то взяли, там закрыли. Ну, то есть чтобы и около окна не работаете, либо зашториваете хорошо. Чтобы у вас ничего не полимеризовалось, корочка не схватывалась. Ну и поехали. Первые точки, ну, буду использовать, есть серый фон. Номер этого фона 2101. Цвет храма флоры называется. Ну и поехали рисовать. Сейчас возьму дот средний. Пятерочку еще. Ну, можно четверочку. Четверку можно. И темно-синим цветом буду ставить точки от зоны кутикулы и дотяну их до самого свободного края. По принципу нашего первого дизайна. Поставила точку. И впритык, прям близко-близко. Если я в первом дизайне точки растягивала, чем дальше от кутикулы, тем реже я их ставила. То здесь я стараюсь их плотненько друг к дружке ставить, такой одной линией. Так, протягиваю. Так, то же самое в эту сторону. Прихвачу. Подсливается немножко. Так, это наш дизайн, который до мы делали. До самого конца веду. Можно сменить дотс на более мелкий. Тоже прихватываю. Следующий цвет, который буду использовать, розовый. Дотс возьму чуть мельче по размеру. Пятерочку. И темно-розовым цветом отступлю. И вот такую же дугу прорисую темно-розовым. Конечно, обращайте внимание, во что одевается ваш клиент, какие цвета больше любит, какие носит больше. Если она там красный постоянно носит, и постоянно красные ногти, будет перебор. Когда очень много цвета в образе, тоже это не очень симпатично. То есть лучше тогда что-то поспокойнее в маникюре ей сделать. Если цвет должен хорошо сочетаться с остальными. Если у нее там какой-то аксессуар, там сумочка красненькая, там либо ремешок, она там очки. Понятно, что один и тот же девушки все там любят менять, там что-то, но все равно есть какие-то предпочтения. То как раз красные ногти, либо там френч красный, он будет уместен. Либо в дизайне можете использовать цвет. Сейчас дотяну, потому что не очень симметрично. Здесь в этом дизайне сложность, то что у нас одна половина дизайна должна быть зеркальным отражением второй. Чтобы у вас не уходило там вправо, влево, чтобы у вас все ровненько, четко было. И желательно, чтобы ничего не сливалось еще при этом. Нет, все-таки он подслилась немножко. Дотягиваю до конца. Здесь можно было поменьше просто дот взять. Сейчас поменяла бы, работала пятерка, взяла шестерку. Примерно так. Пририсовала. Помните, я говорила, сочетание элементов по размеру. Крупные, средние, мелкие. И здесь, когда вы линии ведете, лучше, чтобы они либо на уменьшение вы точки ставите от более крупной в более мелкую, но постарайтесь, чтобы не было у вас крупная-мелкая, крупная-мелкая, разные не были. Либо на уменьшение, либо плавно увеличиваете. Но чтобы не получалось, как бусы, когда рисуем можем, да, там крупные несколько, мелких несколько. А когда линия нужна, лучше линию ставить средними точками, потом их плавно на нет сводить. Либо все мелкими точками. Дотягиваю желтенькие. Здесь я, с одной стороны, дизайн несложный. Ну как несложный? Когда полное заполнение мелкими точками, допустим, на моих безымянных, сложнее дизайн, чем этот. С другой стороны, тут у нас не один цвет используется. Получается, вот три цвета к серому фону. Плюс еще я буду сейчас использовать два цвета новых. Это светло-розовый и светло-голубой. Еще я желтый ряд вот здесь прорисую, посерединке. Ну, примерно так. Тоже прихватываю в лампе. Можно закончить дизайн. Вот чем мне нравятся абстрактные дизайны различные в росписи, не только точками, и в обычной абстракции. Мы остановиться можем на любом этапе. Мы можем в зоне кутикулы голубые точки поставить, там рядышком беленькие достаточно. То есть просто один-два цвета использовать. Мы можем усложнять, пока нам не надоест. Пока мы можем вот так ряды разных точек рисовать, пока полностью не заполним все пространство. То есть как мы хотим, какие цвета хотим использовать, сколько времени на это потратить, сколько времени у нас есть, столько мы и рисуем. Я сейчас хотела в темно-голубые и темно-розовые поставить светло-голубые и светло-розовые точки. Но точка, которую я буду ставить, она должна быть ровно посередине и меньше по размеру. Вы можете ее поставить крупной. Если вы хотите, чтобы был более темный голубой, тогда вот как я сейчас меленькую. Если хотите, чтобы преобладали светлые оттенки, тогда вы можете более крупную голубую поставить точку, и будет у вас ободок такой более темного голубого цвета. То есть точка в точку можно ставить. Вопрос, как вы просушили темно-голубой цвет. Минуту должен он подсохнуть. У вас жидкий не должен быть предыдущий цвет. Прямо он должен посохнуть, и тогда уже поверх этого цвета мы новые точки ставим. Ровно посерединке ставьте, и меньше, чтобы по размеру были точки. Можно также оттенить какими-нибудь эффектами. Серебро-золото тоже очень симпатичное. Вот в этих пентгелях он такой прям золотой плотненький, серебряный прям плотненький. Единственное, то, что имеет шиммер, и еще там синий, мой любимый, один из моих любимых цветов, я заметила, что имеет свойство подтягиваться. Когда вы ставите точку, если резко бросаете, может жгутик потянуться за ним. Поэтому я стараюсь просто отпускать, не бросать, а аккуратненько. Но опять же, таких ногтей парочку. Вот что получилось. Он такой тоже объемный. Вот, давайте так покажу. Такой дизайн. Так, прям под лупой мы их рассматриваем. Надо не ошибаться мне, а то вам все будет видно сразу. Абстракция. Тут вот разные-разные сложности. Я, может быть, и посмотрим по времени. Если успею, еще какой-нибудь дизайн отсюда покажу. То есть тут вот прям мы начнем от более сложных, от более простых точнее, а потом переходим к более сложным. В плане самого дизайна используется волосок, используется дотс. И тут мы работаем, я в основном работала двумя цветами. Это черно-белый. Мы можем сделать там на голубом фоне синие точки. Мы можем менять с того сочетания. Но, на мой взгляд, эффектнее всего в таких кружевных узорах белый цвет смотрится, либо черный, ну такие контрастные более цвета. Хотя, если мы возьмем белый цвет и на нюдзовом порисуем, будет тоже здорово смотреться. Ну вот у Софьи, которая сегодня была в качестве модели, как раз из курса Ришелье. Ну тут нет такого дизайна, я импровизировала, как обычно. Но как раз у нее было сочетание белый на нюдзовом. Очень симпатично получается. И в этом простота. Вам нужно очень четко все отрисовывать, чтобы все ошибки будут сильно видны. Если вы порисуете вот этот дизайн, вот как есть на черно-белом сочетании цветовом, где-то слилось, некрасиво будет смотреться. Будут грязные линии, будет тоже нехорошо смотреться. Если вы сделаете то же самое на бежевом фоне, белым цветом, даже где-то линия раздвоилась или прозрачноватая получилась, не бросается особенно в глаза, только под очень тщательным рассмотрением. Поэтому, если пока сомневаетесь в своей линии, лучше брать неяркие контрасты. Беж с белым, там, ну что-нибудь такое не очень контрастное. А уже черно-белое, это, пожалуй, высший пилотаж, когда у вас четкая идеальная линия получается. Либо дизайны попроще делать. Белый френч и горох черный, как плинт в одежде. Очень симпатично смотрится, почему бы и нет. Ну, поимпровизирую, да? Ничего, не обидитесь. Или какой-то конкретно хотелось бы посмотреть. То мне сложнее, вот надо прям срисовывать, либо обычно импровизирую часто. Когда первые рисунки у меня просили, я, конечно, там, ну нет, ну я не могу, ну я не рисую, там, вообще от некий вас как могла. Ну, заставили рисовать. И на тот момент очень популярно, стала набирать популярность роспись. И я срисовывала журналов. Вот я брала, прямо срисовывала, вот один в один старалась повторить. Ну, конечно, у меня грязнее, там было не так все, как на тот момент в мастер-классе напечатано. Вот, были какие-то курсы, но минимально. Интернета вообще практически. Сейчас вам очень, конечно, здорово, что есть возможность. Очень мы в такой информативный век живем. И в соцсетях очень много информации. Вы можете выбрать по тем же соцсетям специалиста, мастера, которому бы хотели пойти учиться. Я считаю, что все-таки идти учиться нужно, потому что вам руку сразу правильно ставят. Когда вы сами до этого доходите, очень длинный путь вы проходите. Я длинный путь проходила. Если бы кому-то можно было пойти поучиться, я бы с удовольствием. Сейчас вот такой элемент тут рисую. Еще намечаю. Ну, бывает, да, какие-нибудь там… Лица тоже очень люблю. Бывает, у меня клиенты уже просят, когда времени нет, я отговариваю. А так, когда настроение есть, с удовольствием какие-то сложные работы порисовать. В общем, моих клиентов уговаривать не надо. Это еще наоборот. Ну, то есть вот такой элемент. Этот элемент, с одной стороны, очень простой, с другой стороны, когда я на обучении его показываю, очень часто ошибаются в симметрии, в основном ошибка. То есть идет асимметричный дизайн, допустим, одно дуга больше, дуга меньше. Потому что я, если вы видели, наметила точки и поставила, вот с чего я начну, макушка этого элемента. А когда просто вы их рисуете, то тут уже как получится, куда точка попадет. Точку поставила. Ну, очень важно было вот эту посередине точку, которую я поставила, заполимеризовать в лампе. Потому что если я вдруг нечаянно вот этими мелкими точками к ней приближусь, у меня все посливается. А лучше подстраховаться и заполимеризовать. Вокруг поставила точечки, и получился шарик. У меня точка служит таким ориентиром круга. И поэтому я равномерно отступала от точки, и получился автоматический круг ровный. И здесь еще не потерять бы центр. Вот по оси делать. Если мы делаем такой центральный дизайн, то вот нам бы эту ось не потерять. Так. И дальше закончу. Чуть-чуть крупнее дуц возьму. Хотя можем этим же восьмерочкой побольше просто геля возьму. И сначала крупная точка. В маленькую. Вот так получилось. Хочется мне немножечко здесь обыграть воздуха, добавить такого ажура. Волосочек буду использовать. Волоском. Чуть подрастекся. То есть здесь все отрисовано гелями этими же. Ну там в сочетании гель-лаковый, фона какие-либо. Ну и там и геля. То есть все эти тонкие линии тоже я рисовала гелями. Ну черным цветом, соответственно. Но использовала кисточки. Я вот эти больше всего люблю. На стенде, по-моему, продается вот это потоньше. Если ее брали на выставку. Вот такая тоненькая, плоская. Она в основном у меня для тонких линий в прорисовке. И ею я больше всего и пользуюсь. Вот это рисуют всегда тонко. Ну оно видно, да? Такой тоненький волосочек с плоским цоколем. Давить будете сильнее, будет чуть толще. Линия, но все равно она тонкая. А вот эта кисточка, она работает по-разному. Если я буду давить сильно, у меня будет линия достаточно широкая. Если я буду еле прикасаться к поверхности, у меня получается линия прям тоненькая. Той же кисточкой. Но нужно чувствовать нажим. Если я сначала надавлю на кисть, а потом отпущу, то получается элементы с толстой в тонкую. То есть она рисует по-разному. Тонкой вот эта кисточка, мне будет сложно вот эти элементы отрисовать с нажимом. И мне будет сложнее толстые линии рисовать. Поэтому я эту тоже люблю. Кисточку часто уже нажимы чувствую. А кто начинает, я советовала бы только тонкую брать. У вас пока с нажатием обычно путаются. Взяла мало геля и едва касаюсь поверхности. Хотя с этой кисточкой можно и продавливать, все равно тоненько получается. И вот такие полосочки рисую, как солнышко. Их видно хоть? Ну вот такие они. Если поверхность будет жирной у вас, я говорила, что по-жирному будет плохо носиться, то гель начинает прям растекаться. Бывает даже прям по отпечатку пальца он начинает ползти как-то. Прям очень это и неудобно в работе, плюс плохо носиться будет. Поэтому совет, все-таки обезжиривайте, если есть сомнения, что могли потрогать, лучше обезжирить. И здесь тоже я сеточку нарисую. Хотя можно было и без нее обойтись, можно было уже закончить. Вот как мы делали до этого этапа, до волоска. Можно было уже оставить. В принципе, дизайн смотрится законченным. Вот эти вот тонкие линии придает какой-то воздушности, такой легкости дизайну. Я сейчас еще вот здесь прорисую пожирнее линию. Так. Все, я сейчас прихвачу и там еще пару точек поставлю достаточно. Все, полимеризую гель в лампе. Этот дизайн закончила. Вот что получилось здесь. Тоже пару ногтей. Если мы рисуем такой дизайн, то на пару ногтей достаточно. Можно вообще один ноготь выделить. И больше ничего на остальные, либо какую-нибудь мелочь в зоне кутикулы. Можно вот этот элемент в зоне кутикулы отрисовать на всех. Тоже красиво смотрится. То есть вот такую дугу в зоне кутикулы нарисовали, просто без дополнительных точек. Просто одна дуга. И уже симпатично смотрится. Просто одна полоска. Но начинаем от более крупной в мелкие, от более крупной в мелкие обычно. Начинаю сначала я с глаз. Так. Давайте покрупнее доз. Чёрный подольше полимеризуется в лампе, чем светлые оттенки. Чёрный, красный, тёмно-синий, все очень тёмные цвета, они чуть подольше полимеризуются. Первое, с чего начинаем, намечаем глазки. Так, ещё протру её, а то, чтобы у меня здесь ничего не растекалось. Раз. Сейчас на этом же уровне два. Конечно, такие разные эмоции у сов бывают, когда ученики их рисуют. Бывают слишком близко глаза, бывают далеко, и они то удивлённые, то худенькие, то вытянутые какие-то, то толстенькие. Такие прикольные все, но разные очень. Вот сейчас обязательно полимеризуем в лампе, потому что у меня будет следующий ряд, он будет впритык к этим точкам. Соответственно, если я ошибусь нечаянно, ну, даже не ошибусь, я просто близко нечаянно поставлю, у меня сольётся, чтобы не слилось с ушем. Так, дальше возьму цвет. Возьму дотс поменьше, восьмёрочку. Возьму голубенький. Наверное, более пастельный голубой. И прям вокруг, как в решелье я там делала, прям зашла так на чёрный, но ничего. Так, так, так. Зашла, чёрный ещё не досох, как рассказала, я сама себе под руку называется. Сейчас уберу вот отсюда немножко и в лампу. То есть у меня, получается, точки удалены друг от дружки и равнодолены от серединки. Автоматически формируем такой круг. Примерно так. И то же самое с этим глазиком. Точки ставьте одинакового размера. Если будете разного размера, будет мятый круг. И потом вам сложнее будет дальше рисовать. Ну, конечно, вот эти дизайны более кропотливая работа, потому что у вас должна быть и узнаваемая она, вы должны уметь уже рисовать точками линии. Если вы будете далеко друг от друга точки ставить, будет получаться такой хаос. Будет всё смешиваться визуально. Поэтому уже должны быть навыки. Это как такой уровень повыше. Когда уже вы порисовали, уже вы понимаете размер, что вы ставите точку на нужного размера. Вот что получается. Сейчас глазки почти готовы. Только бликов не хватает, но мы их в самом конце поставим. Красные чёрные посушатся ещё. А сейчас я буду рисовать, самое важное, это чёрные контуры. Вот чёрный контур сложнее всего в сове. Ставлю точку. И увожу их вдоль белого вот сюда. То же самое асимметрично, с другой стороны. Ставим точку. Сейчас подпачкала. Много взяла. Вот так. Симметрично уводим вот так. Усиками такими. Потом уводим сюда. Прямо несколько точек. Здесь разверну, чтобы симметрично сделать. Буду смотреть. Сюда. Получаются такие, как бровки. Прихватываю в лампе. Дальше поехали. Обвожу глаза. Так как чёрный очень контрастно к этому ярко-жёлтому. Ярко-жёлтый, это у меня 21.00 цвет. Вот такой, как оранжеватый, жёлтый, даже не просто жёлтый. Заканчиваю с глазами. Дальше тело, туловище, крылья, клюв. Сейчас я отвлекусь от чёрного цвета. Возьму розовый для клюва. Прорисую таким треугольником клюв и потом его обведу и заодно тело буду рисовать. Я стараюсь минимально менять цвета. Вот работаю одним, всё делаю до конца одним. Но тут лучше, так удобнее будет по композиции. Чуть-чуть крупнее доз возьму. Где-то шестёрочку. И клюв я рисую две точки. Раз, два. Прямо если они наслаиваются даже на чёрный либо белый, ничего страшного. Ну вот они у меня между собой тут подстелились. Я решила... их убрать всё-таки. Ставлю точки. Раз, два. И чуть одну ниже между ними. Ну вот такой клювик получился из трёх точек. Первое, с чего начну, это форма туловища. Где-то середины глаза, чуть дальше. Буду заводить крылышки. Так. И с этой стороны тоже самое симметрично. Конечно, когда ноготочек поменьше, проще. Типсон крупный, то получается она такая крупная сова. А когда поменьше, ноготь чуть попроще, она вся чуть поменьше. Можно там одним рядом глаз обвести, не двумя. Ну, сокращается просто сам дизайн. Соединяю. И здесь то же самое. Ещё я скажу, что когда вы точками рисуете, мне чем ещё нравится, как бы возраст такой разный. И возрастные клиенты, ну, словушку, тут надо под имидж, если есть принты на одежде, тогда нарисуют возрастные клиенты. А чаще всё-таки вот эти все абстракт, нажурные узоры, и возрастные клиенты рисуют, и молодые девочки, и средние, ну, то есть разные люди, разные клиенты. И кто любит спортивный стиль, кто там casual носит, кто вечерний. Вот чем хороши ещё, мне нравятся эти дизайны, что-то уже необычное, мне кажется, настолько перенасыщен, перенасыщен точнее, рынок нашей нейл-индустрии, что тут что-то новенькое вроде как. И не нужно вам… Вот на самом деле, когда курсы веду по точкам, у меня очень разные группы собираются. У меня есть и народ приходит, который уже там 15 лет рисует, ну, вообще в профессии, и уже очень многие техники умеет, ну, рисует вообще очень здорово. И молоденькие приходят девочки, ну, то есть не молоденькие, тут не возраст и дело, а только-только закончили, только получили, там, хочу чуть выше поднять, только научились. И ошибаются абсолютно одинаково, что давно рисующие, что новоиспечённые мастера. Сейчас я беру зелёный цвет, немножко его добавляю сюда. Теперь мне надо заполнить, можно заполнить как хотите, можете всё одноцветное сделать, можете полосками, можете вертикальными, можете горизонтальными, как хотите. Я сейчас заканчиваю уже совсем, немножко совсем осталось уже. Он с жёлтеньким не контрастный, поэтому подсливается, но нам и почему бы и нет. То есть и точки вы можете разно использовать. Чтобы быстрее заполнить пространство, нередко и крупными точками работаю. Там, сюда беленький. Там следующий, так, к примеру, розовый. Тоже крупный, возьму точки розового. Больше геля набрала, и тем же дотсом, ну, покрупнее точки ставлю. Ну, вот буквально на 2-3 секунды я убрала гель в лампу. Ну, вот CCFL быстро сохнет. У меня розовый успел прихватиться, я его не смазала сейчас. Вытирала голубой. Он у меня не смазался. Вот что получилось. Тело у неё, ну, и крылья сделаю. Тоже симметрично их по цвету сделаю. Когда берём новый цвет, лучше его разбросать в 2-3 места по дизайну. Вот зелёного я увидела, что он только в одном месте. Решила ещё добавить в крылья. То он так одинокий ему совсем. И персиковый цвет тоже добавлю сюда в серединку. Должны подбирать, чтобы цвета ещё между собой сочетались хорошо. Конечно, здесь в общей массе очень много точек, и тут, если даже где-то что-то немножечко и подслилось, сильно заметно не будет. В общей массе потеряется. Когда много. Когда мы рисуем, когда мы контрастным цветом работаем, тогда не потеряется. Тогда должно быть всё чётко. Чётко. Вот так получилось. Всё, полимеризую в лампе. В принципе, я завершаю свою творческую часть сегодняшнего дня. Очень рада сегодня была общаться с вами. Если, опять же, есть какие-то вопросы, подходите, спрашивайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова